Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня хотелось бы поговорить о всяких челленджах, о тех вещах, которые у нас, в принципе, уже закончились, можно так сказать, в игре, так как все вы знаете, что я уже прошел челлендж, ну а сегодня хотелось бы поговорить о определенного рода статистике, наверное, о том, что у нас получилось вообще заработать, потому что данный видеоролик я не выпускал по одной простой причине, потому что не добил именно-таки войну, посчитал нужным добить все в данный челлендж, вообще во весь ивент, который у нас произошел в начале нашего мая, и тогда уже записать такой более статистический, наверное, ролик, в котором бы хотелось бы рассказать много интересных, наверное, фактов по данному челленджу. Да и вообще, есть, наверное, определенная мысль и идея вообще создания роликов про битвах, не знаю, скоро мы это все дело попробуем, не знаю, вам зайдет, не зайдет, но сегодня поговорим о статистике. Закончился у нас челлендж буквально, наверное, для меня дня так 4 назад, не было должного времени для записи данного ролика, но сейчас хотелось бы рассказать, что у нас вообще получилось. Получилось заработать более 700 тысяч кристаллов, я считаю, что это довольно-таки достойные цифры, и в общем и целом я ожидал, наверное, меньшего. Все же у нас были X2 фонды, были премиум аккаунты, но это понятное дело, что у меня все это дело, конечно же, сейчас набивается с премкой, ни для кого это не секрет. И в общем и целом получилось заработать довольно-таки хорошую, приличную сумму кристаллов, и если бы мне нужно было бы что-нибудь срочненько прокачать, то я даже это мог бы сделать на скидочках, которые у нас были на выходных. Ну а так как мне кристаллы особо не нужны, они сейчас у нас лежат на аккаунте и ждут, наверное, своего часа, когда я что-нибудь придумаю прокачать. К слову, это может быть в дальнейшем прокачка какого-то нового дрона, потому что есть определенные дроны, которые хотелось бы затестить и вообще посмотреть, насколько круто можно было бы на них играть. Если я уже начал речь о кристаллах, то я хотел бы, наверное, сразу же бы сказать про именно таким опыт. Меня вообще, если честно, начинает поражать то, что настолько мало опыта набивается сейчас в матчмейкинге, это просто ужас. Условно говоря, за 700 тысяч кристаллов я набил, грубо, где-то около 100 тысяч опыта. 100 тысяч опыта за челлендж. Вы просто вдумайтесь, да, еще к этому челленджу дополнительно я после всего этого расклада набивал 2000 звезд, которых у нас не хватало именно-таки для окончания войны. Там у нас имеется такой вот один уровень, можно так сказать, в котором надо набить 7 тысяч киллов, и после того, как я прошел челлендж, у меня там было 5000, да, и за весь челлендж плюс с окончанием войны набить 100к, ну это прям вообще жесть. То есть за такое время, там за 10 дней, это очень мало. Я вообще считаю, что настолько мало опыта поднимать в матчмейкинге, это вообще как-то прискорбно. Я думаю, что даже любой тот игрок, который просто прокачивается на матчмейкинге, может такое большое количество кристаллов накопить и не прокачать даже звание, на котором открываются, условно говоря, комплекты, да. То есть кристаллы есть, звания нету. Ну, у меня реально объективно вот такая вот проблема вырисовывается, исходя из игры в матчмейкинге за данные мультичелленджи. Что касаемо, наверное, добавлив других аккаунтов, у меня нету желания сейчас играть в матчмейкинге и пытаться набивать еще где-то звезды, и реально вообще за эти 10 дней я понял, что с новыми овердрайвами набитие данных челленджей стало в разы, в разы тяжелее. Серьезно, объективно, все поменялось кардинально, и условно говоря, если я раньше мог спокойнейшим образом 60-70 звезд брать за час, то сейчас это с трудом 50, ну ладно, если 60 вам повезет, но вы 60 вы вытянете, да, но это прям очень плохо. Это прям, наверное, был самый медленный челлендж, который вообще, в принципе, проходил, и я считаю, что это явно не то, чего я ожидал. Я ожидал намного быстрого и легкого челленджа, на который мне не придется потратить такое большое количество времени, и при всем этом раскладе я вам могу сказать один факт, то что этот челлендж я полностью, почти что, да, там, не считая каких-то, наверное, 100-200 звезд, я набивал в пати, то есть в трио даже, не то что в пати, в трио набивали, да, звезды. Постоянно брали там 4-6, но это было настолько медленно и настолько тяжело, что я начинаю уже задумываться, может, вообще не проходить эти челленджи, ну, серьезно, как-то начинает наскучивать вообще вся эта идея набить этих челленджов, и я все серьезнее начинаю задумываться о пробитвах. Кто, ребят, к слову, не сходит и не смотрит стримы, если вам интересно, можете заглянуть в 10 часов по московскому времени, вечером проходят у нас стримы, и последнее время, уже, наверное, 2 или 3 дня, мы катаем only BBP, то есть все, кого интересуют, могут присоединиться и также вместе со мной поиграть в определенных BBP-шных картах, поднимаем потихонечку данный любимейший формат, ну и плюс это, конечно же, контроль точек, и я не могу не играть на точках, я считаю, что это вообще лучший режим, который сейчас, мягко говоря, просто умирает. В BBP-шках очень мало достойных игроков осталось, да, и по большей части я вообще большую массу игроков в данном режиме могу назвать просто ботами, ну, серьезно. У меня такое ощущение, как будто я вернулся в 2016 год, в котором играют игроки, которые вообще не понимают, что нужно делать в данном формате. Но не суть, сегодня у нас ролик немножечко не про это. Что касаемо статистики, кристаллов, опыта, я уже все назвал, звезды, тоже, в принципе, все достойно у нас получилось. Что касаемо войны, сказав, ну, наверное, пару слов, вы уже поняли, что за челлендж я набил все, все именно такие уровни, за исключением одного уровня, в котором надо было набить 7000 киллов, потому что, ну, если вы объективно пытаетесь быстро как-то заканчивать катки и играть ЦП, либо же захват флага, у вас не получится набивать там большое количество киллов, следовательно, вы не сможете, набивая звезды, быстро выполнить данный челлендж. Хоча, вернее, не челлендж, а именно такие уровень с набитием 7000 киллов. Но, в принципе, вообще, то, что у меня получилось набить 5000, это уже довольно-таки достойный результат, и я считаю, что все пошло, в принципе, довольно-таки достойно, да, то есть есть какие-то моменты, когда что-то не получалось, но, в общем и целом, довольно-таки достойный челлендж в плане набития киллов у нас прошел. Ну, свое мнение я по этому поводу высказывал постоянно на стримах, то, что в матчмейкинге сейчас совсем другой стиль игры и очень сильно начинает загорать одна моя любимейшая пятая точка, потому что очень тяжело, очень много игроков, которые не понимают, что они делают вообще, в принципе, на карте, и при всем этом раскладе я играю на легендах, да, то есть я не стал уже набивать звезды где-то на мальках, потому что это ужаснейшее страдание, да, если я страдаю на легендах, я объективно начинаю понимать, что на меньших званиях у меня будет еще больше сгорать, еще больше мне будут мешать, и еще больше у меня не будет вообще, в принципе, ничего получаться, то есть это то самое чувство, когда просто введя овердрайвы игра усложнилась, и усложнилась она за счет даже, наверное, тех оверов, которые игроки юзают неправильно и не понимают, как они работают. Зачастую именно-таки данный фактор, как по мне, является большей проблемой в данном вообще режиме. И вообще в данном видеоролике хотелось бы узнать ваше мнение, что вообще вы думаете по поводу матчмейкинга, что вы считаете стоит вообще набивать данные звезды, нравится вам это делать, не нравится, да, я понимаю, что призы более-менее достойные получаются, то есть вы можете поформить и кристаллов, и контейнеров, но мне сама механика, да, то есть, ну то, что как работает у нас матчмейкинг, я с этим всем согласен, да, даже я могу опустить то, что у нас постоянные там криты, лаги какие-то, мне надо там, условно говоря, за полчаса 5-6 раз обновиться, я даже это все опущу, я все опущу, я скажу, что окей, работает матчмейкинг, хорошо, пусть лагает, но то чувство, когда я захожу в матчмейкинг, у меня в команде там, ну, я их не могу уже назвать игроками, ну это боты, ну серьезно, боты, у меня бывает, я вот сижу объективно, да, играю на максимум просто катку, пытаюсь вытянуть ее, просто вытянуть, но я ничего не могу сделать, я просто ничего не могу сделать, да, я сижу и думаю, блять, я рак какой-то, просто нулячий, который не может ничего сделать, но при этом я нажимаю тап и вижу, что у меня-то в команде такие же раки, только они еще и ничего не могут сделать, да, то есть объективно игра стала тяжелее, и, безусловно, есть те ребята, которые умеют все это делать, умеют юзать овердрайвы, умеют мешать, да, те же даже хантеры, которые там начинают вас стопить постоянно, не давая возить флаг, и зачастую именно такие за овера хантеры катки начинают играться без досрочек, потому что, ну, есть грамотные хантеры, которые просто четко юзают овердрайвы, и просто заезжаете, например, в CTF-ке на базу противника, и 100% вы не сможете увести флаг, потому что он вас застопит, собьет вам всю нарку, и за это время быстро вас унесет нарез, то есть, ну, это меняет геймплей, можно так сказать, игру, игры, в более долгое, наверное, продление именно-таки битв, и тем самым еще увеличивает количество игроков, которые не понимают, как нужно играть с тем или иным овердрайвом, то есть, есть, условно говоря, в катке вы пикаетесь 8 игроков, да, из них 3, ну, хорошо, 4 игрока понимают, что нужно делать с овердрайвами, остальные либо их вообще не используют, либо же не понимают, как он у них вообще работает, и как его лучше использовать, да, и именно-таки это является, как по мне, главной проблемой, почему это все настолько тяжело и настолько объективно становится даже скучно, ну, про скукоту я вообще могу говорить очень много, и в разных отдельных темах и роликах, потому что просто делать челлендж по одной и той же схеме уже на протяжении чуть ли не полугода, потому что это у нас уже, если не ошибаюсь, пятый челлендж, то есть, скоро у нас будет шестой, это уже полгода челленджа у нас в танках, ну, я понимаю, да, деньги даются, все хорошо, но, ну, это просто фиаско, братаны, это такая скукотища, поэтому, когда я на стримах начинаю пикаться в про-битвы, заходить в них просто настолько кайфовать от того, что это совсем другой геймплей, и даже, условно говоря, когда за мою команду играют тоже там не сильные игроки против играют такие тоже более-менее, все равно получаю больше удовольствия, чем играю в матчмейкинге, да, то есть, есть свой определенный интерес в цпшках, в каких-то даже, можно сказать, определенных ббп флажках на маленьких картах, это довольно-таки достойные карты, и уже прошло довольно много времени, как я не играл в таких битвах, поэтому у меня сейчас желание играть такие битвы имеется намного-таки больше, и я считаю, что нужно потихонечку вообще, чтобы игроки тоже сами начинали понимать, что можно играть в ббп, можно играть интересно в ббп, не страдать в матчмейкинге, и испытывать какие-то неположительные эмоции, потому что зачастую у многих людей сводится это к какому-то определенному заработку, но сейчас у меня нет определенной цели пытаться что-то заработать еще в этой игре, я могу пройти челлендж, но чтобы я упарывался там и еще на пару аккаунтах это делал, у меня точно уже нет такого желания, я считаю, что если вы играете в игру, то вам должно нравиться то, что вы в ней делаете, и как вы вообще в нее играете, то есть если мне не нравится играть в матчмейкинге, и не нравится что-то здесь вообще в принципе показывать, то нужно что-то менять, я поменял в своем стиле, в моем случае вернее это уже ббп, и я считаю, что в дальнейшем можно было бы даже придумать запись каких-то определенных роликов, это не рубрики, это ролики объективно по игре, в ббп режиме, возможно я буду даже пикаться там, условно говоря, на какой-нибудь песочек захвата флага, играть определенное вооружение, показывать какую-то определенную достойную игру, и все это дело рассказывать, как у нас это все получается. В общем, я сегодня очень много натороторил, очень много наговорил, если вы, ребята, досмотрели данный видеоролик до конца, и вам все это дело в какой-то мере понравилось, понравилось то, что я тут набалабулил, напишите свое мнение в комментариях, скажите, что вы такой вот красавчик, который все это дело сделал, и я надеюсь, что новый ролик не заставит себя долго ждать, и такой вот небольшой спойлерочек для всех тех ребят, которые досмотрел данный ролик до конца, скажу, что скоро я попробую заснять одну суперинтересную рубрику, которой было что-то одно вот такое вот видео, чуточку похожее, да, на эту рубрику, но такого вы еще точно нигде не видели, поэтому ожидайте, ждите, довольно-таки достойный контент у нас скоро подъедет. С вами был мистер Ванька, всем, ребят, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok